коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соц сетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на базовый сценарный курс в нашей сценарной мастерской если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом то самое время подать заявку занять место на курсе и и ждать сентября пока ваше место не занял кто-то другой на настоящий момент четверть мест на курсе уже занята хотя сегодня только 4 июня так видите ли вы меня слышите ли вы меня напишите пожалуйста в чате есть ли звук есть ли картинка да все видно и слышно окей погнали начинаем шестой урок прежде всего я вас всех поздравляю вы большие молодцы какое-то количество я еще не смотрел сколько но вижу что там несколько десятков участников написали свои сценарии это на самом деле очень хороший результат и я надеюсь что какое-то количество участников еще подтянется и закончат свои сценарии в ближайшие два дня сегодня я буду говорить вам о том что дальше делать с вашим сценарием с написанным сценарий написан очень важно его довести до конца потому что огромное количество сценариев огромное количество сценаристов не реализуются не арилист не реализовываются сценарий не реализуются а сценаристы не реализовываются по причине того что работа не доведена до конца то есть придумана какая-то интересная идея начинается над ней работа Потом сценариста что-то отвлекает или возникает какая-то другая, еще более интересная идея. И куча замыслов, куча набросков и ни один сценарий не доведен до конца. Вам это удалось, вы довели, дописали свой сценарий, это очень здорово. Но прежде чем... Сегодня я буду говорить о редактуре сценария и об ошибках, которые чаще всего допускают сценаристы. Но прежде, друзья, позвольте мне сделать небольшое лирическое отступление. Может быть, кому-то из вас то, что я скажу сейчас, будет полезно. Почему я считаю, что современному человеку нужно обязательно знать, как пишется сценарий, а в идеале написать свой сценарий, хотя бы один. Важно понимать, как сценарий устроен изнутри. Потому что изнутри любой текст выглядит совершенно не так, как он выглядит снаружи. Когда вы смотрите кино, вы смотрите совершенно другую историю, нежели ту историю, которую представляет себе сценарист, когда пишет. Здесь может быть такое сравнение. Вы знаете, когда я слышу, что кто-то говорит, что вот я посмотрел много кино и, наверное, я теперь тоже могу быть сценаристом. Но это все равно, что я был 6 лет в терапии, да, и теперь я психолог, да. Я 6 лет учился, лечился у кого-то, да, и теперь я могу быть врачом. Ничего подобного. Это все равно, что много плавать на кораблях и на этом основании считать, что вы теперь можете собрать корабль. Потому что, когда вы собираете корабль, когда вы делаете его, да, вы на него смотрите совсем, вы видите совсем не то же самое, что видит путешественник, который плавает на этом корабле. И важно понимать, как наш корабль устроен изнутри. Почему? Потому что человек живет в окружении информации. На человека постоянно воздействует какая-то информация. На улице снег, на улице солнце, да, человек встречается, общается с какими-то людьми. Это информация, это обмен информацией. Естественно, масс-медиа, соцсети, это все тоже информация. Любое общение с людьми, будь то живое общение, по телефону, по скайпу, в телеграме, в соцсетях, это все обмен информацией. И эта информация, она постоянно воздействует на человека. И самое интересное, это то, что человек видит вокруг себя. Какие он видит дома, какие люди его окружают, как живут эти люди, как живет человек сам. И это лишь часть информации, которая воздействует на человека. И это не самая главная его часть. Очень часто бывает так, что информация, которую человек получает через масс-медиа, вступает в противоречие с тем, что человек видит своими глазами. Например, в советское время мы по телевизору и в газетах видели одну информацию, а своими глазами видели совершенно другую информацию. Но при этом очень часто информация, которую... То есть мы можем выбрать, какой информации верить. И мы можем верить той информации, которую нам рассказывают, больше, чем той информации, которую мы видим своими глазами. И я сейчас говорю не о пропаганде, не о политике. Я сейчас говорю о более глубоких вещах. Почему так происходит? Потому что информация, которую человек видит своими глазами, она не организована в историю. Она не структурирована. Например, она не структурирована в высказывании. Скажем, почему мы можем, выходя на улицу, Тепло на улице или холодно. Вот мы вышли на улицу или посмотрели на улицу. Непонятная погода какая. Но нам кто-то говорит, на улице холодно. Все, уже есть месседж. То есть какой-то человек сформулировал, что на улице холодно. И мы вот этому на улице холодно поверим скорее, нежели своему ощущению. И оденемся потеплее, наденем шапку и так далее. И вот эта рыхлая, разрозненная информация, она действует слабже, нежели организованная информация. То есть вот то, что человек получает в кино, это цельное высказывание. Оно оформлено в историю. И оно лучше укладывается в голову. И оно сильнее и эмоциональнее воздействует на человека. То есть, например, человек может пройти мимо брошенного щенка на улице. И не обратить на него внимания. Потому что это не история. Это на него не воздействует. Он не связывает себя и этого щенка. Но при этом он будет смотреть какой-нибудь Бэмби и рыдать, потому что это оформленная история. Пусть она выдуманная, но она воздействует на него эмоционально. И вот эти нарисованные животные будут для человека более реальные, чем реальные животные, которые там где-то умирают от голода на улице. Современный человек в очень большой степени живет в выдуманном мире. И в гораздо большей степени он живет в выдуманном мире, нежели в мире реально. Условно говоря, когда весь мир посмотрел «Властелина колец» или «Игру престолов», эти истории воздействуют на нас гораздо сильнее, чем окружающий мир, который мы видим своими глазами. Фактически, мы сегодня живем в мире рассказанных историй. В мире, который выдуман сценаристами голливудских фильмов и сериалов. Ну и, естественно, журналистами масс-медиа. Почему? Потому что эти истории, рассказанные языком кино, они воздействуют сильнее, чем книги, газеты, блоги, чем вообще любые способы воздействия. И даже если вы никогда в жизни не смотрели «Игру престолов» или «Властелина колец» или, прости господи, какого-нибудь «Человека-паука», вы все равно находитесь в информационном поле этих фильмов. Почему? Потому что вы окружены людьми, которые эти фильмы смотрели. И вы волей-неволей оказываетесь вовлеченными в этот мир. И все эти истории рассказаны великими рассказчиками. Я думаю, что сегодня, скажем, сейчас я рискую, как Джон Леннон, который сказал, что Битлес популярнее, чем Иисус Христос. Даже об отношениях Бога и человека мы сегодня узнаем не из Библии, а из истории игрушек. Это религиозное кино, которое показывает взаимоотношения человека и Бога. Я думаю, что людей, посмотревших эти фильмы, сегодня гораздо больше, чем людей, которые читают сегодня какие-то книги на тему религии. Охват кино сегодня больше, чем любые книги, чем любая музыка, чем любые другие произведения искусства. Я помню, смотрел интервью Роба Зомби, которое он давал Джо Рогану. И вот он сказал такую штуку. Он начал заниматься кино. Начал снимать кино. Зачем он начал это делать? Говорит, ну вот я играю музыку, окей, хорошо. И у этой музыки какое-то есть количество слушателей. И это количество слушателей, во-первых, достаточно ограниченное. Во-вторых, это достаточно узкая целевая аудитория. Люди, которые слушают жесткую металлическую музыку. А когда ты делаешь кино, ты расширяешь аудиторию до беспредельной. Кто угодно может смотреть какое угодно кино. Это более универсальный язык, чем музыка. Сегодня, в наше время. Может быть, через какое-то время будет как-то по-другому. Помните, как в 60-е годы, мне очень нравится, как Борис Борисович Гребенщиков говорит, что звезда какая-то взошла над Великобританией. И какой-то луч света туда направила. И в течение нескольких лет, в конце 60-х, вдруг появилось огромное количество классной музыки и классных групп. Причем прям вот в любой деревне, в любом, не только в Лондоне. Там огромное количество всяких провинциальных было, групп очень крутых. А потом вдруг звезда зашла и музыка оттуда исчезла. Вот сегодня то же самое происходит в кино и в сериале. То есть время сегодня происходит, проходит через это, через кино. Сегодняшние битлы это сценаристы сериалов. Аарон Соркин, Винс Джиллиган, да, вот это сегодня главные знаменитости, главные звезды. И роль людей, которые умеют рассказывать истории, она повышается. Они становятся знаменитостями, они становятся миллионерами. Да, и сегодня на Западе сценарист телесериал, это очень большой человек. Какая-нибудь Шонда Раймс, да, она сегодня гораздо более влиятельная звезда, чем даже какой-нибудь рэпер известный. Их не так много. Они суперзвезды, они успешные люди. И я думаю, что рано или поздно мы с нашей киноиндустрией, мы тоже придем к этому. Некоторые признаки такого сдвига, они уже сейчас есть. Они связаны с повышением гонораров сценаристов. Когда я начинал, ребят, я получал за сценарий 50-100 долларов. Ну, я писал такие короткометражные сценарии, но, скажем, когда я начинал писать детективы, сериал детективы, получасовые, для первого канала, для дневного эфира. Я за серию получал изначально, я не помню, по-моему, то ли 300, то ли 200 долларов. Вот, то есть это, типа там, тогда это было там 9 тысяч рублей. То есть совсем копейки. Но я, правда, и писал их как сумасшедшие. У меня был случай, когда я две серии написал за день. То есть, ну, трюк выполнен профессионалами, не пытайтесь повторить это в домашних условиях. Но, тем не менее, и в свое время я, как, ну, основную цель своей деятельности ставил, сделать так, чтобы сценаристы в России стали влиятельной силой. И главное, чтобы они стали достойными этого влияния. И, на мой взгляд, эта задача была выполнена в какой-то момент. То есть, стало, ну, сейчас есть достаточно влиятельная гильдия, есть, там, сценарный цех, есть, там, какое-то количество сценарных профсоюзов самых разных. И сегодня сценарист в нашей индустрии, там, когда я начинал, сценаристов продюсеры называли бесплатные ублюдки. И постоянно их кидали на деньги. Вот. Сегодня это невозможно. То есть, сегодня продюсер, который кинет сценариста на деньги, мгновенная информация распространяется по рынку. И человек просто, там, попадает в черный список. Помню, в свое время я начал составлять, в сценарном цехе начал составлять черный список продюсеров. И какое-то время его даже так и называли, список Молчанова. Мне, правда, не очень это хотелось войти в историю этим списком. Но, тем не менее. И были случаи, когда мне звонит продюсер какой-то и говорит, коллега, вернее, сценарист звонит и говорит, вот, слушай, там, продюсер такой-то ищет сценаристов. И я заглядываю в черный список, говорю, он в черном списке. Ну, типа, нет, я с ним не буду работать. Говорит, странное как это что. Не могу понять, что, говорит, происходит. Ты уже, типа, там, девятый сценарист, которому я звоню, и все отказываются. Я говорю, он в черном списке, с ним никто не будет работать. Вот. И ему пришлось уйти. То есть, он больше не работал, этот продюсер. Вот. Поэтому, как бы, сценаристов начали уважать. Ну, и они, на мой взгляд, сегодня сценаристы, это, там, совсем не то, что сценаристы 10 лет назад. И школ больше, и ремесло мы знаем лучше. И проекты, на мой взгляд, особенно на телевидении сегодня, и особенно на платформах, очень-очень высокого уровня. Мирового уровня. Недаром у нас там Netflix покупает проекты и так далее. Надеюсь, что среди присутствующих нет режиссеров. Почему? Потому что, то, что я сейчас скажу, может их как-то задеть. А я не ставлю этой целью. Дело в том, что я считаю, что сценаристика важнее, чем режиссура. Потому что режиссер не рассказывает историю. Актер не рассказывает историю. Продюсер не рассказывает историю. Никто в кино не рассказывает историю, кроме сценариста. Все остальные соучаствуют в рассказывании истории. И чем дальше, тем больше это явно и видно. Вообще у меня есть некая гипотеза о том, что возрождение итальянского кино, которое произошло в середине прошлого века, оно связано с одним единственным человеком. И это не режиссер, это не Феллини, не Антониони, не Галиани, а именно сценарист. И сценарист этого зовут Тонино Гуэрро. Это великий дядька, человек эпохи Возрождения, художник и прозаик, драматург и сценарист. И он работал с Огромным Старковским, работал с Ангелополусом. И лучшие свои фильмы Феллини, Антониони, Тавиани и так далее сделали именно с этим сценаристом. И очевидно, насколько фильмы, сделанные с ним, выше по уровню, чем фильмы, снятые этими режиссерами без Тонино. Уверен, что любой историк кино будет меня опровергать и говорить, да нет, да вот, да посмотри на Висконти. Вот, ну, такое исключение скорее подтверждает правило. Хотя я не помню, Висконти работал с ним или нет. Но у Висконти была своя сценаристка, Сузо Чеки Домика. Но вот пришел один человек эпохи Возрождения, и с помощью своего сценарного таланта он смог вытащить из режиссеров самые лучшие их истории. И тем самым создал одну из величайших кинематографий 20 века. Итальянский кинематограф 20 века, это безусловно, ну, важнейшие явления в истории мировой культуры. И вот, на мой взгляд, написание сценариев, это и есть главное искусство будущего. Да, как во время на Шекспира было бессмысленно писать прозу. А сам он, кстати говоря, считал, что надо писать стихи. Вот. Но это была эпоха драматурга. Эпоха драматургии, эпоха театра. Именно пьесы из этого периода остались. Да, и вот сегодня это искусство сценария. И я глубоко убежден в том, что через там 100-200 лет люди будут из нашей эпохи читать не что бы то ни было, да, не прозу и не пьесы. А будут читать сценарии, написанные в наше время. И это могут быть кинофильмы, анимационные фильмы, телесериалы, сценарии компьютерных фильм, игр. Это тоже надо учитывать про то, что уже там лет 10, как индустрия компьютерных игр превысила по сборам индустрию кино. И старитейлинг в компьютерных играх, он развивается просто сумасшедшими темпами. Игры становятся все более и более сюжетными и все более и более психологическими. Я думаю, что на сегодня компьютерные игры, это уже можно говорить о том, что это искусство. И у нас есть авторы, которые делают там, вот мои земляки, Playrix из Вологды, компания, да, вот делает мирового уровня компании. Или Николай Дыбовский, тоже легендарный, на мой взгляд, автор, выдающийся совершенно, который делает потрясающие игры. Он был, кстати, у меня на эфире, я делал с ним интервью когда-то, и он был у меня на конференции, выступал тоже, если интересно, найдите и посмотрите. Это место, где нас ждут с вами. Это стремительно растущий рынок, где очень скоро будут искать и ждать большое количество сценаристов. То есть, если вы научитесь писать сценарии, вы без работы никогда не останетесь, что бы там ни происходило в мире. Так, идем дальше. Еще один момент, тоже немаловажный. Я хочу вас немножко поприбить перфекционизм. Некоторые из вас написали, что вот я написала, да, но типа получилось там сыро, не очень хорошо, там и так далее. Я своим ученикам запрещаю отзываться пренебрежительно о своих сценариях. Уважайте свой сценарий. Если вы написали что-то, нельзя говорить, у меня в голове это выглядело лучше, да, получилась какая-то ерунда. На самом деле я могу лучше. Ну, конечно, можете. Но фишка в том, что первый написанный вами сценарий, он по техническим причинам не может быть шедевром. Первое стихотворение может быть шедевром. Первый рассказ может быть шедевром. Первый роман может быть шедевром. А вот первая пьеса не может быть шедевром. И первый сценарий не может быть шедевром. Первая пьеса Бернарда Шоу не была шедевром. Первая пьеса Шекспира не была шедевром. Первая пьеса Эсхила не была шедевром. да то есть наверное можно конечно порыться в истории литературы и найти какие-то исключения но тем не менее сценарное мастерство это вид искусства в котором ремесло наращивается с каждым следующим текстом с каждым следующим сценарием и может быть у вас уже третий сценарий будет отличным а может быть десятый а может быть сотый но от первого сценария не ждите слишком много он должен просто быть да то есть вы же не можете сразу же написать десятый сценарий вы напишите первый сначала потом второй но тем не менее да если этого не будет не казните себя за этого до 1 сценарий он у вас просто есть и это отлично и вы молодцы дальше насколько это понятно то что я сейчас говорю решено остаток жизни проживу сценаристом да я считаю что это отличная штука и здесь еще хорошо то что сценаристом вы можете начинать в любом возрасте вы совершенно спокойно можете начинать в 40 50 60 лет начинать быть сценаристом и это вам даст там дополнительных лет 10-20 творческой жизни потому что сценаристы живут долго сценаристы живут дольше чем все остальные так окей хорошо идем дальше а теперь поговорим о редакторе вот вы написали сценарий у вас есть некий драфт самое главное не садитесь сразу же его переписывать да то есть текст для вас открыт он лежит мягкий податливый до его сразу же хочется что-то с ним попеределывать но дайте тексту вылежатся если есть возможность дать ему вылежатся хотя бы ночь то есть если вы сегодня его написали пусть он сегодня полежит и до завтра с утра на свежую голову рано вставайте и садитесь его редактировать второе что я советую сделать тоже если есть такая возможность прочитать свой сценарий кому-нибудь вслух и чтобы читали вы и смотрели на реакцию слушателя и вам не нужна обратная связь какая даже вам сказали что это хороший сценарий или плохой сценарий так далее но важно что вы начнете смотреть на свой текст чужими глазами вы будете как бы станете слушателем и будете слушать свой собственный текст и вы увидите и услышите в нем то чего в обычной ситуации вы не видите и не слышать теперь дальше мы проверяем текст по следующим параметрам первое интересно ли вот вы слушатель истории вы начинаете смотреть это кино когда у меня была живая мастерская оффлайн я мы сидели читали тексты вслух и я закрывал глаза я начинал смотреть кино да то есть студент читает сценарий я внутренним взглядом смотрю на внутреннем экране некое кино если мне в какой-то момент становится неинтересно смотреть это кино значит надо останавливаться и пытаться понять почему стало неинтересно да и что надо сделать для того чтобы стало интересно но какое-то событие значит вести конфликт какой-то дальше понятно ли то о чем вам говорят это не значит что вам должно быть понятно абсолютно все да то есть главное например да тут может вы можете видеть диалог на неизвестном вам языке да то есть люди ругаются непереводимая игра слов но вы понимаете например да что вот сейчас люди ругаются да сейчас люди ласковые что-то говорят друг другу да то есть и информация которая в данный момент нужна зрителю до 2 человека разговаривать на иностранном языке или профессора говорит рядом с я стоя с рядом реактором говорит что пошла неконтролируемая реакция на фазитроне позитроники да то есть вот что то такое говорит вы вообще ничего не понимаете что за кизи батрон да а но понимаете что сейчас рванет надо бежать да то есть и не обязательно вы же не можете в сценарии написать ученый говорит какую-то научную хрень да нет он говорит какой-то текст содержание его дословно вы не понимаете но понимаете что имеется в виду дальше следующий есть ли повторы кажется ну зачем зачем в сценарии как откуда в сценарии может взяться повторы да очень даже просто например у вас произошло какое-то событие герой был его участником и дальше он должен прийти куда-то и пересказать кому-то то что сейчас произошло и вот здесь у нас возникает повтор значит здесь нужно либо этот повтор сократить каким-то образом либо нужно в этот повтор внести что-то новое да то есть почему-то мы видели что было вот так а герой почему-то это событие рассказывать совершенно другом по-другому интересно понять а зачем он это делает дальше все ли мы видим всю ли важную информацию вы показываете в кадре да например часто бывает так что в сценарии например вот есть три предмета с которыми все время возникают проблемы это сигарета но здесь еще отдельный момент да то есть если это кино герой может спокойно закуривать если это телевидение то там есть ограничение на показывание показывание курения в кадре это там штрафа не грозит это сигарета это телефон и это пистолет которые в кино у начинающих сценаристов всегда появляются невесть откуда то есть например если у вас возник телефон да вы не можете написать берет трубку вот тоже очень часто без что значит берет трубку да это такой артефакт оставшийся с тех времен когда у нас были стационарные телефоны и мы трубку снимали с этого самого с аппарата сейчас никто не берет трубку да мы достаем телефон из кармана или сумочки да или у олега звенит телефон что такое где он у него звенит в голове да то есть он звенит где он у него где там находится этот телефон но этот телефон должен достать и ответить то же самое с пистолетом да то есть пистолет от стреляет один герой стреляет другого да то есть он пистолет достать должен да то есть из рукава он должен на пружине выскочить или там еще откуда то а вот то есть из ниоткуда он взяться не может и то же самое прикуривать да то есть приговори прикурить человек может там 50 разными способами достать зажигалку до прикурить от газа там достать спичку и лихо щелкнуть этой спичкой по этим самым по заднице джинсов да и она зажигается или о подошву зажечь да и или очеркаш или коробок спичек да то есть каким-то образом обо что-то человек должен этой спички чиркнуть и это можно превратить в шоу да то есть откуда герой достанет пачку как он выщелкнет сигарету как он ее там подбросит в рот да то есть это может стать отдельным аттракционом в любом случае даже если вы не устраиваете аттракцион опять же да ну как бы сигарета во рту из ниоткуда него не возникнет и вот все так такого рода все последовательности важных действий они очень часто выпадают и если она выпадает фильме то совершенно непонятно зачем зритель вдруг начинает там 10 минут думать а откуда у него взялся пистолет а вам вообще про это не надо да то есть вам нужно чтобы зритель о другом думал а он у вас гадает до гадает откуда взялась сигарета дальше следующий нет ли нарушений логики вообще здесь смотрите в целом к логике я отношусь не очень бережно логика должна соблюдаться но только до тех пор пока зрители ее чувствуют то есть что я имею в виду ну например если у вас кадре появляется герой которого только что убили то логика нарушена и значит должно быть какое-то объяснение то ли его не до убили то ли это призрак например да но вообще в кино темп важнее логики то есть вы можете идти на легкие нарушения логики если вы их замаскируете так чтобы зритель их не заметил мой самый любимый пример нарушения логики это пьеса шекспира макбет я не так давно делал новую версию макбета для театра для millenium front театра была премьера в бане в германии и она была поставлена немецком языке но я снова погрузился в этот текст и вот там в одном месте у магбета есть дети а в другом месте детей нет нарушена логика но нарушена да но я так понимаю что для шекспира важно чтобы в одном месте эти дети были а в другом месте чтобы этих детей не было и текст построен так чтобы зритель к этому времени уже об этом забыл до логика нарушена воздействие на зрителя сильнее а если бы нашелся бы какой-то редактор который бы пальцем ткнул и сказал поправь это логика была бы соблюдена но пьеса стала бы хуже еще один замечательный пример который тоже я очень люблю того же шекспира эта история возвращения принца гамлета из англии его отправляют вдумайтесь какое безумие отправляют на корабле в англию вместе с розенкранцем гильденстерном он пишет поддельное письмо английскому королю где просит казнить розенкранцы гильденстерна ну до сих пор все нормально да и подменяет это письмо но после этого автору нужно каким-то образом снять с гамлета с корабля да что он делает он придумывает абсолютно нелогичную историю нападения на корабль пиратов гамлет идет на абордаж во время сцепления кораблей он перепрыгивает на корабль пиратов в этот момент пираты отталкивают их корабли вместе с гамлетом уплывает вместо того чтобы его бросить в море в ту же секунду они оказываются настолько любезны что возвращаются в данию и высаживают гамлета на датский берег и он совершенно спокойно возвращается назад а розенкранцы гильденстерн чьей задачей было отвести гамлета в англию за каким-то хером без гамлета вместо того чтобы вернуться назад едут в англию и от отдают английскому королю поддельное письмо после чего их казнят зачем они туда поехали потеряв гамлета они должны были вернуться если они туда поехали хорошо допустим зачем они после этого письмо сопровождающие гамлета отсутствующего в данный момент подают его королю логики вообще нет никакой да но в общем темпе развития событий мы этому значение не придаем да то есть это такой скороговоркой но в разговоре с горацию про 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 болтана да такой что называется забросали говном и палками да то есть возникла сюжетная дыра у меня жена смеется ли это 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 называется такой сюжетный прием забросать дыру говном и палками вот мы не придаем этому значение да то есть логику в целом нужно соблюдать но если есть темп и если есть удержание интереса то это логикой логикой можно пренебречь дальше грамотность в целом неплохо если ваш сценарий написан без ошибок и но если у вас есть какие-то отпечатки то это не смертельно в отличие от писателей сценаристом допустимо не быть граммар нации и я все время привожу историю которую я слышал это дальше агишева он рассказывал о том что я не знаю это правда ли ну наверное можно верить мастеру да рассказывал что его ученики луцик и саморядов не могли поступить во вгик потому что не могли написать сочинение просто двойку им ставим два величайших сценариста 90-х годов были попросту неграмотными да но это не помешало им стать лучшими отечественными сценаристами вот в общем то что я вам хотел сказать по редактуре в целом мне всегда везло с редакторами я считаю что для сценариста который пишет сериалы хороший редактор гораздо важнее чем режиссер почему потому что мы в большей степени работаем с редактором нежели с режиссером и у меня были редакторы с которыми ну фактически ты год живешь с этим человеком да ты постоянно с ним общаешься теперь дальше давайте поговорим тоже не но я понимаю что мы немножко вперед забегаем если вы в итоге станете сценаристами если вы пойдете дальше а моя задача именно такая да то есть моя глубинная задача моя секретная задача сделать так чтобы максимальное количество участников этого тренинга пошли дальше закончили мастерскую и стали профессиональными сценаристами сценарист постоянно получает поправки есть несколько видов поправок первый вид это редакторский что значит редакторские поправки но это поправки которые подгоняют ваш проект под формат под жанр по требование производства то есть это правки которые нужно внести для того чтобы фильм соответствовал полученному заказу чтобы ваш текст превратился в конце концов в кино и к таким поправкам конечно надо относиться с пониманием надо вносить их все да так как редактор не враг вашему сценарию и нужно стараться их вносить таким образом чтобы это не нарушала ткань сценарий а в идеале чтобы каждая внесенная поправка не ухудшала ваш сценарий а улучшала и здесь есть много нюансов отдельных да я могу целый курс прочитать о взаимоотношениях сценариста и редактор как как все и как все эти взаимоотношения не превратить в самоубийство вообще понимаете здесь тоже важно понимать начинающий сценарист считает что если написать идеальный сценарий то он и будет снят так как он написан идеального сценарий не существует потому что тот сценарий который будет идеале в один момент времени для одного продюсера на одной стадии работы над проектом в другой момент времени он перестанет быть идеальным потому что меняется ситуация да вот сегодня у нас есть корабль да мы можем мы снимаем кино про корабль до завтра у нас корабля нет вместо корабля есть ракета мы снимаем кино уже про ракету Да, сегодня у нас есть такой-то актер на борту, да, мы исходя из этого работаем, да, завтра у нас вместо актера актриса, да, мы опять все, я упрощаю, утрирую, но ситуация в работе над проектом постоянно меняется. И задача сценариста не написать сценарий, а задача сценариста поддерживать целостность текста, потому что сценарий это не текст, сценарий это процесс, да, то есть это идет работа над проектом в течение там года-двух, например, и все это время в сценарий вносятся какие-то поправки, и сценарист должен держать в голове всю историю и понимать, что если мы здесь поменяем вот это, то у меня вот здесь что-то поедет, я должен минимальной правкой вот это поехавшее, да, тоже исправить, потому что можно так, здесь поправили, здесь поехало, здесь поправили, здесь и здесь поехало, да, здесь и здесь поправили, вообще все поехало, да, надо все сначала переписывать. поэтому вот нужно огромное мастерство для того чтобы вот этот процесс с минимальными с минимальными какими-то усилиями да не перегорая поддерживать дальше следующий второй вид поправок этот цензурные и в некоторых случаях я поддерживает эти поправки например у меня было я тоже все время рассказываю эту историю когда я работал сексмо и у меня на 1 и 3 роман вообще не было никаких поправок а на второй роман мне выкатили там типа страницы две поправок вот и там были некоторые прям дельные такие поправки но там например была такая был такой ну как бы артефакт такой был там героиня в одной ситуации там героини было типа там 21 год а в другой ситуации было там 23 года и это было рядом там ну короче было такой сдвиг временной как у льва толстого вот и это в общем относительно легко можно было там поправить не не ломая всю историю но мне в этой истории было надо так чтобы вот здесь ей было 21 а здесь и было 23 вот и я в принципе знал о том что там есть такой сдвиг временной я редактору сказал что знаете давайте оставим так как есть ну я возьму как бы это на себя да если это найдут в интернете люди читатели то ну как бы пусть найдут и издеваются над этим я нормально мне с этим вот но она тоже поскольку это там редактор отдела была хорошую хороший очень книжный редактор она сказала окей хорошо но мы поставим романа издан в авторской редакции и я с этим согласился то есть она как бы себя сняла ответственность но была одна поправка которую пожалуй можно отнести к цензурной там мы по поводу мата еще ругались и припирались потому что там опять же там у героя был глюк ему являлась убитая им девочка и она все время ему пела матерные частушки и ну как бы вот никуда не денешься пришлось эти матерные частушки оставить и из-за этого было предупреждение на обложке романа и сам романов в целлофан был завернут то есть его нельзя полистать было и и кстати редактор считает что из-за этого из-за этого именно этот роман там был было меньше продаж не знаю связано это или нет тем не менее и там же в этом же романе в романе писатель у меня герой садился на наркотики то есть он начинал он делал самодельные наркотики я придумал название наркотика придумал технологию изготовления этого наркотика она полностью вымышленно не имеет никакого отношения к реальности вот она одна редактор отдала юристам эксмо и юристы сказали ребята если это выходит автор садится вот и я так подумал и решил что я пожалуй из-за этого садится не хочу и мы эту сцену сцену изготовления наркотиков мы удалили но в целом я такие поправки поддерживают да то есть я спокойно к ним отношусь как бы ну закон есть закон и если вы согласны с этими поправками то нужно их носить если вы не согласны то нужно да то есть если вы считаете что в данном случае цензура ваш враг надо ее обманывать просто обмануть цензуру я считаю что занятие вполне почтенно и то есть делаем вид что соглашаемся что правки вносим но какими-то другими способами находим возможность сказать то что вы хотите сказать такие возможности всегда есть наличие цензуры всегда стимулирует творческое воображение автора и наконец третий вид поправок это педагогические поправки это то что я даю своим ученикам участникам мастерской да то есть я даю поправки целью которой является не только улучшить сценарий да а целью является улучшить сценариста да то есть и когда я учу я даю одни поправки если бы я был редактором на проекте и готовил бы проект в производство возможно я бы давал какие-то другие поправки исходя из производственных особенностей исходя из канала допустим с которым мы с которым мы бы работали формата бюджета и так далее так далее насколько это понятно или если есть какие-то вопросы то задайте пожалуйста так понятно что сценарист профессия будущего да это так писать прикольно сценаристам не стоит становиться кишка тонка можно попробовать и я считаю что не обязательно становиться прям совсем нырять в эту профессию да вполне вполне неплохо совмещать она хорошо совмещается вообще с любой с любой профессии кроме пишущих профессий то есть быть сценаристом можно работая кем угодно кроме копирайтинга или журналистики это очень сложно совмещаться до написание сценария это конечно психотерапия это всегда психотерапия так вам нет тоже пора быть сценаристом так сценарий из домашнего задания перевести ворд и переслать да его нужно будет переслать ворд сейчас я вам все скажу что надо будет сделать к так как у меня с первой сценой вчера думала ее переписать уже сегодня пересмотрела и поняла что нет так и должно быть так то есть нужно ли прописывать детали вот смотрите хороший вопрос насколько подробно должно быть описано все происходящее в сценарии когда вы смотрите на экран выжить у вас глаза же не квадратные да не размером с экран вы всегда смотрите в какую-то точку на экране да например в этой точке стоят герои и разговаривают да и вы смотрите не сюда а вы смотрите сюда где герои разговаривает машина едет по экрану да вы смотрите за этой машиной самолет летит да вы смотрите за за этим самолетом то есть режиссер когда снимает кино он всегда знает в какую точку экрана вы смотрите он управляет вашим вниманием и и поэтому тоже это не очевидная такая штука это там зрители вообще об этом не задумываются но тем не менее в этой точке либо то есть там где по смыслу происходит главное действие да например нам надо показать что один герой другому передает пистолет то если просто передать да вы можете этого не заметить но зритель автор должен знать что вы в этот момент смотрите именно в эту точку экрана и поэтому в этой точке будет какой-нибудь цветовой акцент да например будет там стык черного и белого до стык желтого и синего да то есть стык как у каких-то цветов которые контрастные цветы цвета воспринимаются как контрастные или там яркая яркая красное пятно какое-нибудь и когда вы склеиваете одну сцену с другой опять же автор знает что в конце этой сцены вы смотрите вот сюда и в склейке на следующем кадре опять же он знает что вы будете смотреть сюда и он сюда в эту точку должен поместить что-то на что вы будете смотреть потому что если кадр заканчивается тем что у вас вот здесь человек а на следующем кадре у вас человек вот здесь для зрителя это будет такой о и он так будет несколько секунд растерянно будет блуждать по экрану поэтому например вот нас во в гике когда вы учили мы смотрели как монтировался фильм дневник его жены и там прям показано было вот здесь идет герой до встык кадр да мы видим там героиню которая идет с ведрами навстречу да и там прям очень четко очень четко сделано до переход вот этого взгляда и вам да и вплоть до того что вот то как на где находится этот предмет это даже важнее того как устроена реальность внутри фильма например я думаю что все вы смотрели все вы фильм анимационный фильм ежик в тумане норштейн смотрели наверное да и вот там в конце когда ежик уже приходит к медвежонку и там есть замечательная сцена где просто вот если интересно найдите ее и пересмотрите этот кусочек когда ежик сидят и медвежонок я не помню там точно в каком они порядке сидят но там смысл вот в чем что сначала мы видим их спереди да то есть мы видим вот сидит ежик вот сидит медвежонок да то есть ежик ниже нет по моему вот так вот они сидят выше медвежонок а рядом с ним ежик вот и потом мы видим сзади кадр но если просто поперевернуть кадр да то есть вот они сидят здесь сидит медвежонок здесь сидит ежик да а потом мы смотрим сзади на них и когда мы смотрим сзади да у нас происходит скачок взгляда на один выше другой ниже поменяли теперь если взгляд здесь да у нас здесь справа будет медвежонок а слева будет ежик и у нас взгляд который был на лице медвежонка при склейке вылетит над головой ежика и там сделана потрясающая вещь он их поменял местами то есть они вот так сидят вот так а когда их повернули они меняются местами медвежонок сидит рядом с этой стороны сидит ежик и взгляд попадает на затылок медвежонка и потом движется влево там рядом курс такой то есть вот если интересно найдите и посмотрите очень здорово сделано очень классно это этого как бы никто не замечает то есть там миллионы людей смотрели этот мультфильм никто не не замечает того что в момент склейки в этой сцене ежик и медвежонок меняются местами вот но к чему я все это рассказываю к тому что все время вы описываете вот то что находится в этой точке да то есть если мы видим да то есть вы должны понимать что главное в этой сцене где происходит ключевое действие и вот это ключевое действие именно его и надо описывать так в сериале за гранью так и не объяснили почему целую серию ходит убитый персонаж свихнули мозг зрителю так нравятся слова сидни люмита режиссёре меняем на сценаристы тому кто хочет быть режиссером но еще не снял первую ленту нечего решать если есть возможность снимать снимайте первый фильм отправдывает себя потому что он первый да я согласен с этим так все правки оправки в стиле мне не нравится имя вася назовите анджел идиотские правки у меня одна моя коллега сказала вот говорит у меня редактор сказала мне там сцена была где герой приходит куда-то в гости и там ему предлагают чай или там что-то ему там выпить и чаю и редактор а давайте он говорит не выпить и чаю а выпить и кофе зачем какой в этом смысл то есть я понимаю например в каком случае это может быть важное важно чай или кофе герой пьет но например был такой сериал сын и анархии вот и там герои американцы и вот в какой-то момент они приняты приезжают в англию вот а в англии и это действительно так я я люблю очень англию много раз там был да и когда я приезжаю и проживаю там какое-то время я концу начинаю привыкать к тому что все пьют чай и все пьют чай с молоком да то есть ты в ресторане садишься заказываешь чай и даже не спрашивая тебя тебе приносят этот самый кувшинчик с молоком вот и там есть сцена когда героиня приезжает куда-то и просит кофе и вместо кофе наливают чай и пытаются налить молоко да и она так уходит естественно не ожидая этого молока она уходит с кружкой там куда-то выходит из кадра то есть и вот здесь тонко через действие показана разница между америка и англии да вот здесь мы пьем чай вот здесь мы пьем кофе то есть если есть такой смысл да конечно конечно надо менять вот а в целом замена имени вася на анджелу тоже имеет смысл в каком случае если например ну у вас герой вася ну хорошо давайте не вася да давайте там не знаю оля лена да то есть но обычное имя которое не связано с какими-то такими вот четкими четкими ассоциациями и вот вам надо сделать чтобы зритель запомнил этого персонажа ну сделайте его там розалиндой назовите или анжеликой хотя бы да уже что-то да уже цепляется то есть в этой поправке может быть смысл но и действительно добывают бывают и такие дурацкие дурацкие так на уровне вкусовщины так мне кажется что я написала слишком контролирующий сценарий очень много ремарок и пояснений как будто я указываю всем как снимать вплоть до оператора смотрите это не обязательно плохо в целом вообще считается дурным тоном указывать на там скажем движение камеры там и так далее так далее и опять же когда я начинал к этому относились спокойно но сейчас все все режиссеры тоже прочитали все американские учебники в которых написано что это дурной тон и они на это теперь обижаются в целом вам не обязательно указывать что то что указывать на камеру да но достаточно текущие да то есть тот инструментарий который у вас есть его достаточно для того чтобы показывать давать указания оператору да то есть например вы пишете двое сидят за столом и пьют чай но какой это план это общий план да то есть мы видим двух человек и два человека в кадре это можно снять только общим планом никак иначе да олег берется стала чашку и делает глоток что это такое но это скорее всего там то что называется молочный план я не буду объяснять что это значит да но это там по план по пояс да то есть человек сидит за столом уже как бы да мы не не двоих видим камера переведена на него да и он берет чашку и вернее не молочный пасхальный план вот и делает глоток до или ольга удивленно открывает рот далек что-то сказал какой-то план это будет как раз таки молочный план да то есть крупная крупно по это место киношники циники поэтому уж уж извините говорю как есть и вы же не будете в своем рима в своем сценарии писать здесь пасхальный план здесь молочный вот единственное указание которое вы можете написать вы можете написать акцент крупно или деталь то есть если вам нужно показать там лежит пистолет на столе вы можете написать крупно пистолет лежит на столе или деталь пистолет лежит на столе еще один нюанс например если вам надо показать панораму вы можете написать мы видим крыши домов да это панорама и американцы у них запрещено то есть у них запрещено мы видим писать мы видим запрещено в нашей традиции это допустимо вот хотя тоже можно и без этого без мы видим обойтись можно написать просто там крыши над крышами домов что-то там происходит облака там и так далее это будет понятно как это снимать то есть когда вы пишете вам не надо указывать движение камеры описывает то что вы видите вы уже будете устанавливать то что то что будет реже делать режиссер и по этому поводу есть одна байка которая мне тоже очень нравится эта история про одного режиссера у меня есть у меня есть гипотеза о том что это за режиссер я не буду говорить не буду делиться этой информацией но мне кажется я знаю и 1 и 2 режиссера это было там позднее советское время и режиссер из провинции который там уже уже имел режиссерский опыт некий вот он приехал в москву и нанялся на работу на мосфильм но ему да не дали работу режиссера ему он таскал тележку то есть уже будучи режиссером он рельсы прокладывал и двигал в эту тележку вот и значит приезжает мэтр какой-то там раздает указание типа здесь сейчас будем снимать панораму сделайте вот здесь вот рельсы поставить и уезжает возвращается через два часа рельсов нет и он говорит что вообще происходит и вот этот чувак который таскал тележку он такой вот сидит со сценарием в руках и говорит ну я посмотрел сцену я не вижу здесь панорамы вот тоже может быть и так один режиссер видит в сценарии панораму до другой панораму не видит поэтому тут давайте немножечко свободы режиссером в нашем сценарии тоже дадим так да они сидят спиной совершенно верно в бриллиантовой руке в сцене между сериями главный герой телепортируется до пасхальный как в тайной вечере мне нравится ваша невинность друзья мои да давайте так так и считаем бы так и будем считать что это означает как тайной вечере управлять камеры так есть в итоге мы описываем ребят я вам об этом говорил отдельно вчера о том что мы не не описываем чувство мы не называем чувство мы описываем действие то есть нам нужно дать действие через которое будет показано то или иное чувство так личный вопрос так критично в описании герой с моноклем сидит на диване кадр со стороны героя внутрь зала смотрите как это называется во первых кадр что такое кадр кадр это не вот это вот на кадр это кусок фильма от включения пленки до вы от от включения съемки до выключения да то есть вот мы кусочек показываем фильма склеили кадр закончился то есть мы включили камеру у нас идет фильм выключили камеру кадр закончился и фильме таких кадров может быть ну может быть и один да например слышали наверное что фильм сокурова русский ковчег снят одним кадром может быть там фильм был белотары макбет кстати говоря помянутый выше да он был снят двумя кадрами там две сцены первая и вторая фильм хичкока веревка он снят шестью кадрами то есть в то время пленка аппарата вмещал там по 10 что ли или 8 минут вот и там он такими вот 8 минутными такими длинными кадрами и незаметно сделаны вот эти склейки вот это что такое кадр а вот это вот маленькая квадратная с перфорацией по бокам это называется не кадр это называется кадрик да то есть вот в кадрике но то что вы говорите мы не называем ни кадром ни кадриком мы называем это точкой зрения и когда вам нужно показать что мы видим глазами героя что-то мы ведь мы означаем это либо субъективная камера либо мы пишем по в point of view пи и буква о и ви как виктори по в пав героя да и мы что-то видим но мы никогда не используем по в том случае если люди просто сидят и разговаривают друг от друга друг напротив друга это бессмысленно да это и так так или иначе будет монтироваться до взглядами одного или другого героя но если нам надо показать что герой например следит за кем-то через кусты вот в этом случае мы делаем пол только в этом случае когда мы прям акцентируем на том что у нас идет по в героя или например помните помните в этом самом в братья 2 там есть сцена пов да где герой как в думе стреляет из пистолета вот и мы видим всю сцену видим вот этой субъективной камерой есть фильм хардкор который полностью снят весь вот такой субъективной камерой там весь фильм пов сериал такой есть моими глазами очень неплохой сериал к сожалению не не имел он заслуженного им успеха но там тоже интересно очень сделан весь фильм весь сериал вот такими вот моими глазами сделан так молодая женщина повязывает на голову платок вот вам не нужна здесь субъективная камера совершенно просто герой сидит на на диване молодая женщина стоит и повязывать на голову платок не надо так какие-то указания на титры в сценарии делаются если они нужны да вы пишите титр такой-то такой-то так можно ли в ките расположить название подчеркивание автор в правом верхнем углу по моему нет по моему он автоматически как-то кит форматирует эту страницу он еще делает такую вещь он на титульном листе контактные данные всегда помещает слева вот их приходится вручную переносить вправо поэтому здесь делайте титульный лист как он делает и потом вытаскивайте и вручную его доводите форматируйте это минутное дело так окей хорошо значит смотрите теперь я вам дал основные ошибки да и теперь вот есть эти основные ошибки которые люди делают и теперь телка кто еще не написал у вас есть сутки чтобы закончить сценарий те кто написал отложите этот сценарий до утра с утра сядьте и проверьте его внимательно на предмет этих этих ошибок за эти сутки прочитайте ваш сценарий проверьте его на эти перечисленные ошибки отредактируйте и напишите в комментариях к этому уроку когда вы это сделаете одно слово отредактировал или отредактировала вот это домашнее задание достаточно простое и теперь если у вас есть вопросы я готов на них отвечать или если вопросов нет напишите вопросов нет и будем заканчивать сейчас я размещу домашку в этом самом нашем в нашей трансляции в контакте и готов отвечать на вашим на ваши на ваши вопросы штокас еще один момент нумерация страниц опять же я не помню по моему в классической американке нумерация страниц должна быть справа в верхнем углу но допустимо делать ее внизу страницы то есть это не является ошибкой тоже вполне может быть так вопросы если вопросов нет то тогда давайте заканчивать если часто герой произносит реплику с так как сейчас если часто герой произносит реплику с и скакнула и и улетела и улетела только что видел вопрос и он у меня вдруг куда-то делся а вот если часто герой произносит реплику с одновременным действием как предпочтительнее его оформлять через описание действий или через ремарку мне кажется что более понятно будет оформлять его как ремарку то есть действие ремаркой действие и там допустим стреляя и реплика там кричит но здесь надо смотреть насколько сложное действие то есть если какое-то прям сложно сочиненное действие то тогда можно написать одновременно с репликой герой делает и описание действия потому что может быть там действительно у вас там на на 6 строчек действия вот и в ремарке она у вас просто всю страницу перекособочит так уточните терминологию раньше я думал что сокуров снял ни одним планом они кадром нет смотрите что такое план кадр это кусок фильма от включения до выключения план это то как камера расположена по отношению к происходящему на экране да то есть например крупный план да то есть камера придвинута близко к человеку там средний план да она чуть дальше и общий план да то есть он чуть чуть подальше да то есть план вот плана у нас есть три крупный средний и общий а есть еще ракурс да то есть когда мы не просто вот как как в театре да когда только начиналось кино сниматься до считалось что это как театр вот мельез когда снимал и что камера должна находиться примерно в середине зрительного зала и поэтому там все все что тогда снималась это снятым таким общим планом более или менее одинаковым а потом ракурс придумал гриффит и он начал снимать так вот снизу сверху сбоку да то есть и эйзенштейн тоже любил этим делом баловаться вот когда вы там допустим нам надо показать ну самое простое его называть такой фашистский ракурс когда нам надо показать какого какую-нибудь знаменитость или какого-нибудь бога или какой-нибудь героя диктатора его показывают снизу то есть камера находится снизу и он сверху возвышается так вот это ракурс кроме конкурсов куда можно отправлять готовый сценарий короткого метра завтра все скажу так какие есть фишки для редактуры я слышал про такое редактировать не там где где пишешь есть в этом смысл да для того чтобы перекусить перепе перебить да то есть как бы дать понимаете вот все эти фишки они про что они про то чтобы вы как бы оставаясь одним и тем же человеком посмотрели на свой сценарий из другой некой субличности своей да то есть я сижу и пишу например на балконе а редактирую я у себя в кабинете да то есть у меня я действительно у меня балкон есть и я пишу на нем а вот эта студия да здесь я редактирую здесь я проверяю домашки студентов да то есть работа от писательства отделено от всего остального вот поэтому да есть такое дело но здесь самое важное давать паузу то есть не садиться сразу же то есть и в будущем опять же когда вы начнете уже работать те из вас кто начнет работать в индустрии важно никогда не вносить правки тогда когда они получены потому что правки бывают очень серьезные очень страшные да то есть у меня была ситуация когда коллега мой написал сценарий 48 страниц и получил на 48 страниц еще 48 страниц правок то есть представляете да правок было столько же сколько сам сценарий и он сначала он пытался ругаться пытался убедить что он все правильно написал ему короче все эти правки вернули и он психанул сел и написал серию заново с нуля вот такое тоже бывает и правки бывают достаточно оскорбительные например у меня тоже был случай когда редактор ну так получилось что редактор лично ко мне очень плохо относилась ну там по ряду причин там так так получилось что редактора взяли на мое место то есть коллега уходил с канала нтв и и и мне сказал мой соавтор несколько хочешь подти редактором яга что там какие условия он будет ну типа там зарплата 30 тысяч или 45 тысяч что-то такое вот а я в это время ну кратно больше зарабатывал и говорю ну и и чё я там буду сидеть до за эти 30 тысяч мне там надо квартиру оплачивать и так далее да и надо еще сценарий писать и я отказался вот и девушку и взяли другую девушку на на вот это вот место и она знала о том что я отказался от этого места и из-за этого она меня лютой ненавистью ненавидела что как же так вот я работал молчанова это место было слишком плохое да я на этом месте нахожусь и вот она мне жизнь попортила конечно когда мы делали там проект один вот там это бы был было такие вот личные выпады постоянно там были задача была то есть и я уйти с проекта не мог потому что у меня обязательства были перед продюсерской компанией вот и и правки были такие не по делу очень это такое упражнение знаете как у кастанеды до мелюзговый тиранчик оказаться под мелюзговым тиранчиком это очень хорошо очень хорошо прокачивает скажем так психологическую стабильность и получив правки я всегда их прочитывал внимательно до откладывал и ночь переспать с ними и дальше на свежую голову садишься и начинаешь делать вот и я просто методически я просто ну как сказать пересидел просто вносил все поправки стараясь качественно делать работу стараясь чтобы серия улучшалась но и в итоге мы сделали довольно довольно крутой проект в общем который москва центрального как это был 3 и 4 сезона которые очень большой рейтинг имели так пауза описание действия или ремарка может быть и описание действия может быть и ремарка я бы делал так если у вас пауза между репликами одного персонажа лучше поставить как ремарка если пауза между репликами разных персонажей то тогда лучше поставить как описание действия так уточните разницу между кадром и планом ребят я помню только что весьма подробно объяснил что такое кадры что такое план до кадр это от включения до выключения камеры кусок фильма план это то как камера находится по отношению к происходящему то что снимает он может быть крупным средним и общим так нужно ли упоминать персонажа без текста который в эпизоде несколько секунд или как нужно описывать персонажа смотрите если во первых ну естественно мы а как ну даже на несколько секунд появившись до нам придется актера нанять чтобы этот человек появился он будет членом профсоюза да мы ему заплатим гонорар за эти съемки да мы с ним подпишем контракт на то чтобы он да что он у нас что он передает нам права на свое изображение да поэтому вам кажется что это да да что там несколько секунд нет каждый человек который появится можно конечно пиратским способом снимать да но сейчас очень жесткие законы по этому поводу если у вас в кино появляется человек любой человек даже в массовке да то этот человек подписал документ о том что он передает свое изображение передает права на свое изображение разрешает им им пользоваться вот и соответственно да вы можете не придумывать имя этому персонажу но тем не менее да вы все равно его как-то назовете до прохожий например проходит вот и помните например у герман старший очень хорошо работает из такого с такого рода персонажами у нее там есть в хрусталев машину там есть такой персонаж прохожий такой проходит появляется в кадре останавливается зачерпывает снег глотает сплевывает и уходит все на одну секунду и ты запоминаю и ты навсегда запоминаешь этого персонажа один раз его увидев на долю секунды вот но имя можно не давать а что касается внешности опять же если важно например что это высокий человек да вы пишите что высокий если важно что блондинка вы пишите что блондинка так если действие начинается из-за такта перед титрами или во время это сцена номер один и как это оформить но если у вас пронумерованы сцены то конечно да в этом случае вы ее оформляете как сцена номер один до титров то что например с роллбеков роллбеки это такие кусочки нарезки описание того что было в предыдущих сериях вот это в сценарии не прописывается то есть это на на монтаже все решается так в ките автоматически в правом верхнем углу до в ките она авто и это правильно да то есть правильно классить в классической ортодоксальной американке нумерация страниц в правом верхнем углу допустимо делать ну мне удобнее нумерацию делать внизу вот соответственно это не является ошибкой можно так делать можно ли использовать в ремарке тихо настороженно улыбаясь да вполне может быть да вполне такое может быть так хотела задать вопрос насколько эрудированным должен быть человек чтобы работать в профессии хороший вопрос понимаете есть идеальная ситуация некая да и есть некая реальная ситуация когда я работал журналистом я много лет работал журналистом больше десяти лет то есть я в штате начал работать в девяносто четвертом году а закончил работать то есть вообще там первые первые публикации у меня были еще там в конце восьмидесятых с осенью девяносто четвертого я работал в штате и ушел я из газеты окончательно ушел в 2008 году то есть это долго достаточно последнее мое место работы был шеф-редактором издания частный корреспондент но понятно что в это время я уже там давным-давно во всю во всю работал сценаристом кучу проектов уже к этому времени написал и что меня поражало меня всегда поражало то есть мне казалось что журналист должен быть по определению очень эрудированным человеком да потому что он все время пишет на разные темы но меня поражало насколько в массе в своей журналисты безграмотно насколько они не не образованы и это прям очень странно это не очевидно но тем не менее это так действительно есть среди журналистов эрудиты но по большей части да вот эта армия журналистов я это не только в россии так где угодно повидал я их самых разных везде это же самое со сценаристами тоже когда я пришел в сценаристику меня поразило то насколько насколько в большинстве случаев это такая табула раза я думаю что здесь самое главное для сценариста все-таки не эрудиция более того эрудиция она может в каком-то смысле даже помешать особенно это касается каких-то узких областей например я помню в свое время мы запускали проект он так и не был снят космический проект в крупной компании и собрались за столом тоже там типа человек 20 сценаристов и вот мы там общаемся знакомимся и значит там парень один рассказывает вот я типа там космонавтика это мои это мое все да то есть я все знаю космонавтики да там много ли был на байконуре да то есть вот я этой тем эту тему изучал и я подумал про себя ну думаю этот-то парень точно останется в проекте на следующий день следующая встреча и этого парня нет его не пригласили то есть человек который все знал о космонавтике оказался не нужен проекту о космонавтике это кажется глупо это кажется нелогично но в этом есть на самом деле смысл я считаю что сценарист должен быть открыт к новой информации то есть главное в сценаристе не эрудиция а главное любопытство и главное от к такая ну способность задавать глупые вопросы то есть самые лучшие журналисты получаются не из самых эрудированных а из тех кто не стесняется задавать идиотские вопросы например в свое время когда опять же я в вологде учился только начинал и там была у нас такая журналистка елена погребежская сейчас она она какое-то время была певицей потом сейчас она там фильмы документальные снимает снимает но вот она училась она на год нет не на год она года на три старше меня училась в универе в нашем на филфаке и потом когда я только приходил в редакцию я помню что короче когда я в мой первый вход в редакцию меня встретила алена владимирская встретила лена погребежская она стояла вот так вот обняв алену и протянула мне вот так руку пожалуй вот мы познакомились вот я такой вот на всю жизнь запомнил клена меня встретила встретила на входе в профессию но она уже заканчивала работать она вскоре поступила на журфак уехала в москву и дальше для нее это была другая история так вот алена мне рассказывал владимирская что когда лена училась она для себя поняла такую вещь что если она не может открыть дверь да то есть боится открыть какую-то дверь ей легче ее открыть если она будет ее открывать ногой и она не стеснялась задавать абсолютно самые глупые вопросы да то есть например когда она брала интервью у вот прям классическое да она брала интервью у актрисы какой-то которая приехала в волокду и актриса упомянула виктюка елена спросила а кто такой винт виктюк знала ли она кто такой виктюк я думаю что знала но она опять же не постеснялась встать в позицию читателя который не знает кто такой виктюк да и актриса рассказал вот виктюк это режиссер вот он делает спектакли ставит вот он там служанки поставил спектакль известный да и так далее так далее и получилось хорошее интересное интервью вот поэтому и лучшие интервьюеры лучшие журналисты получаются из сценаристов из из людей которые способны встать на позицию такого глупца я за это очень люблю джо роган потому что он способен вот встать такую позицию он всегда вы говорит я глупый я вообще ничего не понимаю вот как идиоту мне объясните как работают эти вселенные вот и там профессор начинает ему объяснять вот представь что вот эта кружка это вселенная да а теперь представь что мы ее вот так вот крутим да и вот прям вот на пальцах объясняет что да как вот из и это становится интересным вот со сценаристом мне кажется самое главное не эрудиция да а вот этот взгляд непосредственный взгляд и самые лучшие фильмы получаются не на те темы которые сценаристы лучше всего знают а на те темы которые сценаристам более всего интересны извините за столь развернутый вопрос но вы затронули действительно важную интересную тему так хорошо иду дальше что важнее дедлайн или качество дедлайн даже ребят даже вот даже вариантов нет как-то я делал мастер-класс организовывал мастер-класс арк аркадия инина и он рассказывал о том что когда он работал на телевидении у него над столом была была табличка плохо зато в срок в этом есть величайший смысл соблюдение дедлайна гораздо важнее чем чем высокое качество этого первого драфта до этого первого варианта если вы написали плохой драфт то да ты вы не можете все время выдавать вовремя быстро текста одинаково качественного уровня так не бывает это но это не бывает ни у кого у вас волей-неволей будет получаться что-то лучше что-то хуже и вот это что-то хуже надо не сидеть и ждать пока пока она будет идеальным да а сдать его тогда когда это надо почему потому что по плохому драфту мы можем что делать мы можем выбирать мы можем работать с плохим текстом да то есть мы можем вести кастинг например да то есть у нас есть плохой сценарий который нас не устраивает мы можем выбирать объекты мы можем выбирать реквизит мы можем выбирать актеров да то есть мы можем начать работать с этим драфтом и в кино где это сложная достаточно производства да если вы стали вот этой этим узким бутылочным горлышком то вас все ненавидят вот сценарий должен быть сдать сдан вовремя чтобы там ни было когда я работал я ну какое-то время был шоураннером до главным автором на проекте я не задумываясь увольнял сценаристов за первую же за первый же первый же срыв дедлайна то есть вот человек приходит в команду один раз человек срывает дедлайн все я человека сразу же увольняю у нас мастерской очень жесткие дедлайны да у нас вот четверг 12 часов этот дедлайн в мастерской и там то есть это легендарные дедлайны да и это является таким мощным мотиватором сдавать сценарий вовремя но если вы сдали плохой сценарий да но вовремя дальше с этим сценарием уже можно как-то работать а вы можете вы получаете какое-то время для того чтобы его доработать вот и там следующий драфт будет лучше поэтому даже вот даже вариант даже никаких вариантов не может быть дедлайн важнее не то что в тысячу раз да а просто безусловно важнее чем качество так драки и спецэффекты как лучше описывать в сценарии смотрите здесь надо понимать функцию спецэффекта да летит дракон например да ну вот вы пишите летит дракона дальше уже режиссер решит как летит этот дракон да может быть он возьмет и пластикового дракончика вот так вот перед камерой проведет и это будет полет дракона да а может быть это будет сложный спецэффект какой-то ваша задача описать то что вы видите что касается драк смотрите каждый раз когда на экране происходит драка каждый раз когда на экране происходит погоня каждый раз когда на экране происходит секс между героями действие останавливается и поэтому вы можете просто написать герой занимаются сексом один герой гонится за другим один герой дерется с другим да вот этого будет достаточно что происходит когда мы становимся нужны до когда происходит какое-то изменение например в сексе до приз какое изменение происходит ну например там уж извините за за такую откровенность до подробную скажет сейчас кино достаточно в этом смысле откровенная был такой сериал аймэйди строю я могу разрушить тебя и там была одна из сюжетных линий герой занимался с девушкой сексом и в момент в момент когда он занимался сексом стоя у нее за спиной да он незаметно снял презерватив и выкинул его и дальше да на этом построена часть сюжета то есть она его обвинила в том что там вот это недопустимо до что там в некоторых странах это считается изнасилованием и она по сути там закончила его вот но неважно не буду весь сюжет пересказывать да но вот в тот момент когда он снимает презерватив это сильное изменение ситуации да то есть вот когда происходит сильное изменение мы это описывает то есть мы не описываем условно говоря каждую фрикцию да а когда что-то изменилось сюжетно в сцене мы это описывает то же самое погоня да например в погоне да герой там зажимает на машине зажимает другого героя в угол дороги да мы это описываем да просто одна машина едет за другой это не интересно я помню мы один раз снимали снимали сцену как раз таки одна машина гонится за другой и мы решили сделать клип режиссер горит давай сделаем прям клип под музычку и снимем несколько разных ракурсов как мы снимаем машину да и там это был я я был на площадке в тот раз и говорю вот скучная жизнь сценариста нам же трюки никто не оплачивал и я вот так вот маршрутка мы открыть не маршрутка это газель открыли дверь и я вот так ремни привязал к рукам чтобы не выпасть и вот так вот держал оператора стоя высунувшись из этой маршрутки а у меня вот здесь в руках был оператор и он снимал машину едущую по этим самым вот и мы заехали куда-то в какую на какой-то окраине москвы заехали нашли какую-то дорогу начали там снимать и оказалось что это встречная дорога и мы вылетели прямо на милицейскую машину вот и в общем два часа мы там припирались с этими ментами в конце концов они нас отпустили мы конечно были не права в этой ситуации но самое обидное что в итоге мы из этого не смогли сделать клип потому что это было не интересно едут машины ну и что ну все в итоге там 7 секунд 7 секунд вошло в кадр так поэтому меняется что-то вот это мы и описываем в драке зачерпнул горсть песка бросил в лицо вот это описываем до упал подскользнулся это описываем а каждый удар не описываем так вопрос по оплате каждый курс их 3 4 70 тысяч стоит ребят это моя сценарная мастерская самая дешевая из киношкол то есть дешевле нет уже некуда до каждый курс по содержанию равен программе семестра то есть вот наша программа годовая она равна двухлетней киношколе да я ее изначально такой и задумывал да то есть когда составлял программу вот у нас было два года я учил ребятам московской школе кино вот эту я эту двухлетнюю программу упихал в один год поставив вот эти наши три трехмесячных семестра да то есть там за вычетом каникул да там было здесь семестр и здесь семестра да и я их уплотнил и оставил только то что надо да и стоимость каждого семестра 69 тысяч 500 это даром это тысяча долларов и если какой вариант ну идите во вгик заплатите 10 тысяч что вы там получите ну сценарий вас там сценарий писать не научат ну как бы хотите пойдите длинным путем да потом приходите потратите там год-два жизни потом возвращайтесь ко мне я вас научу писать сценарий поэтому а тем более если вы собираетесь быть сценаристами если 70 тысяч рублей для вас препятствие ну как бы не надо вам становиться сценаристами так насчет плана а если имя персонажа важно и это во второй сцене обыгрывается как персонажа назвать в первой сцене все-таки по имени всегда по имени смотрите тоже вы у вас понимаете друзья мои меня больше всего честно говоря радует ваши вопросы потому что они действительно очень хорошие вы спрашиваете правильные вещи это говорит о том что на на этот курс пришли правильные люди мы всегда обозначаем вот если вы назвали персонажа иван да он всегда иван если он разговаривает с матерью хочется его назвать сын да мать зовут допустим ольга анатольевна да и у вас всегда иван и ольга анатольевна вы не можете написать сын говорит матери кто такой сын у нас появился новый персонаж сын да то есть человек который будет читать на площадке он должен видеть что за персонаж делает это действие на площадке все делается в ситуации очень большой нервозности и стресса еще разбираться кто тут сын кто тут мать зачем людям голову морочить если например вы в первой сцене наш назовем его иван да он мы не знаем мы еще не знаем что это иван и пока это не знакомит в черной маске но мы-то уже знаем что это иван да актер который будет играть сцену эту это будет иван и мы пишем мы его называем иван мы не называем его незнакомец в черной маске причем любопытно вот бернард шоу который очень хотел чтобы его пьесы читали как книги и много для этого делал кстати говоря надо признать и получил кстати нобелевскую премию за по литературе в том числе и за это вот он старался свои пьесы оформлять так чтобы их прежде всего было интересно читать вот у него когда персонаж появляется он например может появиться там и назвать персонажа молодой человек да а потом он представляется и дальше уже молодой человек превращается там не знаю эндрю и дальше действует но производственно правильно конечно да не не играть тут в интригу лишнюю сразу же называть персонажа и всегда называть его одним и тем же именем никогда не менять так на секунды может сыграть кто-то ребят вот это вообще не наше собачье дело кто будет играть как будет играть до наша задача понимать что если есть персонаж то он должен быть обозначен как персонаж да то есть этот человек откуда ты должен взяться он не 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 материализуется да а если вам кажется что кто-то из съемочной площадки там без дела слоняется да то вы очень да у вас представление немножечко не соответствует действительности да так не бывает то есть нам нужно если есть персонаж да он должен быть обозначен он должен быть в вызывном листе да и он должен быть да мы должны знать кто это кто сыграет эту роль так на фильмы которые клеят из кусков других фильмов тоже надо авторские соблюдать конечно же разумеется так персонаж может называться без имени даже если снимали со спины только да может может быть персонаж прохожий вполне вполне то есть прохожие это имя персонажа он может быть или продавщица зачем нам продавщица давать имя или таксист зачем нам таксисту давать имя я раньше всегда считал что имя у персонажа должно появляться в том случае если у него есть реплика но вовсе не обязательно да то есть если появляется кондуктор и говорит ваш билетик ну зачем нам ну нам не когда вы даете имя персонажу вы слишком привлекаете к нему внимание вы ему даете индивидуальность а таксисту очень часто индивидуальность вообще не нужна то есть может быть таксист до который превращается в отдельного персонажа но если нам не надо чтобы мы слишком на персонажа сосредоточились то тогда лучше его назвать не 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 давать ему имя так куда посоветуйте устроиться в кино или телеиндустрию за бесплатно посмотреть как устроено все это in изнутри насколько плите критичен в возраст я не молод смотрите надо смотреть во первых надо понять кем вы хотите работать до во вторых просто устроиться и поработать за что-то по волонтере огромное количество возможностей вот например есть у меня есть приятель арсений гончуков с которым мы в свое время он там четыре полных метра сделал и ман наша мастерская ему помогала скажем когда он делал проект район тьмы одна серия снята на деньги сценарной мастерской я это особо не пиарил но просто там усени тяжелая ситуация была и я просто там сто тысяч ему перевел на то чтобы он съемки не останавливал вот и он помогал мне делать интервью когда мы снимали интервью в студии снимала его команда и он был режиссером вот и сеня все время набирает людей ему все время требуются люди все время требуются волонтеры вот и можно находить вот таких вот режиссеров начинающих которые которым все время требуются волонтеры и приходите помогать участвовать да то есть понятно что денег вы не получите но вы получите какой-то опыт получите опыт получите знакомство да и дальше уже через этих людей вы сможете куда-то там дальше двигаться например у меня вхождение в кино вообще было очень-очень странным образом я наверное единственный сценарист который попал в кино через поэтическую мафию но я правда был но я к этому времени уже писал сценарий то есть я там первый сценарий написал я работал в крокодиле и угольников запускал перезапускал фитиль и вот он к нам обратился что типа нет ли у вас каких-то авторов вот и я начал писать для фитиля вот у меня там типа несколько сценариев вышло потом я писал в жж постоянно про то что я хочу стать сценаристом все время писал про кино про сценарий и мне из киева поэт саша кабанов мне как-то написал в личку слушай ты уже блин задрал все время пишешь про это самое вот у меня приятель поэт саша доган набирает новый проект там будет будет для телевидения делать вот давай обратись к нему и дал мне контакты саше вот я дальше саша написал мы с ним связались и сначала у меня там не очень получалось что-то делать но потом все лучше лучше и как-то как-то так дело пошло то есть нужно все время тыкаться во все вот везде 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 где только можно вам достаточно будет найти одну единственную дверь сейчас возможностей с одной стороны больше почему потому что есть куча конкурсов есть куча питчинга у вас в кармане у каждого из вас есть камера который можно снимать кино то есть вот мой этот самый у него камера лучше чем у там ну вот вот на эту камеру можно снять полнометражный фильм достаточно хорошие хорошее качество картинки и соответственно да с другой стороны сейчас сложнее почему потому что уже сложились свои какие-то выходы да то есть уже людей с улицы как раньше не берут вот но тем не менее опять же при большой активности если во все двери тыкаться да когда я начинал я я хотел сразу я сериалы хотел писать я сидел и писал заявки и отправлял их рассылал по кинокомпании в мастерской мы это тоже делаем у нас каждый курс заканчивается рассылкой сценариев по компании вот и в некоторых случаях это кончается тем что люди получают работу даже после базового курса вот в прошлом году у нас после базового курса не заканчивая ничего кроме базового курса девушка получила работу креативного продюсера в очень крупной кинокомпании не знаю как там сейчас у нее дела но тем не менее вот была такая история так на каналы берут как правило редактор с профильным бэкграундом типа любитель фантастики на тв3 или вен тв нет вообще нет потому что тоже например на арен тв я помню тоже как-то ко мне обратились попросили редактора посоветовать и у меня просто знакомая девушка драматург она без работы сидела я игре вот пойдешь редактором на арен тв она дачу давай пойду вот и она там типа лет десять работала редактором как-то она так прижилась и нормально хорошо это все было как раз таки сериалы редактировала но у нее был опыт драматурга к этому времени нет не обязательно чаще всего все таки друзья мои будем честными чаще всего это все делается по знакомству так музыку фона в сценарий не прописывать нет никогда ни в коем случае так все с веселым удивлением все чувство не надо но ведь сказать это можно очень по-разному я не елена не очень понял вопрос что вы имеете в виду так подскажите опов как прописывать сценарий описанием или ремаркой описанием кто сейчас самый интересный авторов автор коротких метров это странный вопрос да как бы существует ли вообще такой жанр короткого метра но как ни странно у меня есть для вас ответ мне кажется что сейчас короткий метр это не жанр кино это жанр интернета и если вы посмотрите например на клипы шнура особенно но сейчас он как-то дешево это все делает и просто и быстро но скажем вот это вот за рулем кабриолета я включаю летово это кино то есть там есть классный сюжет который просто это короткометражный фильм то есть это не не просто клип да а это именно сюжетное кино или в питере пить тоже там есть сюжет там есть герой да там есть перипетии и я очень люблю вот эти два клипа и мы там с женой периодически их пересматриваем в тяжелые в тяжелые годы нашей жизни чтобы поднять себе настроение те короткие скетчи 15 секундные которые делала ирина горбачева в инстаграме в свое время это тоже по сути короткий метр да то есть микро короткий метр там всегда был сюжет был поворот и это на мой взгляд это уже приближалось к искусству то что лапенко делал например тоже вот эти всякие коротенькие вот эти штучки в инсте это тоже короткий метр по сути вот это и есть те самые те самые интересные авторы то есть понимаете надо смотреть где жизнь надо смотреть где зритель надо смотреть где творчество да то есть они там где вот люди снимают зануднейший короткий метр да артхаусный который показывает на каком-нибудь фестивале и концу этого короткого метра все уже разбегаются или или заснули вот где есть зрители там есть и искусство так как сделать чтобы сценарий не пошел в стол смысле вы хотите что вы хотите гарантий for your money ну снимите его сами никто вам гарантий никаких не дает так принцип коломба научилась в продажах не бояться задавать вопросы тупые да это очень правильно так в этом году будет ли курс ошибки в вашем первом сценарии я хочу его сделать во всяком случае то есть это будет зависеть от того насколько быстро мы продадим базовый сценарный курс если он так же быстро разлетит вот у нас предыдущий роман по роману курс разлетелся просто там не знаю дней за десять вот если базовый также разлетится то я его наверное не буду делать а сделаю что-то другое я хочу сделать курс по скорочтению вот а если я тоже ну как бы я трезвый человек я понимаю что там допустим моя аудитория вконтакте сколько там типа 7000 подписчиков вот а в фейсбуке у меня было там под 300 тысяч и у меня там курсы разлетались очень быстро я понимаю что даже через vpn у меня сейчас половина аудитория оттуда ушла а второй половине сейчас вообще не до этого а третья половина живет за границей да и не может перевести деньги в россии поэтому ну как бы я трезво отношусь к ситуации понимаю что наверное в этом году курс будет продаваться медленнее вот поэтому скорее всего будет наверное потому что на ошибках я буду допродавать базовый но вообще я хочу сделать бесплатник прям вот этим летом хочу сделать бесплатник по скорочтению прям очень давно хочу так хороший вопрос при устройстве на работу больше котируется ваши 9 месяцев или 2 года в гика или одинаково понятия не имею ребята вот как можно замерить кпд я думаю что у нас кпд выше ну количество людей которые приходят в индустрию у нас несравнимо выше чем у в гика то есть ну у нас вот наш курс во в гике два человека работают из двадцати двух человек которые закончили наш курс сценаристами работают двое вот у нас из мастерской из каждого курса человек десять в итоге там десять пятнадцать после романного курса тоже у нас всегда там за следующий год там тоже тысяч десять пятнадцать пятнадцать романов уже издано если все собрать так наверное и больше я еще не все отслеживают поэтому но тоже опять же друзья никакой гарантии никакой гарантии никто дать не может в творческих вузах вообще кпд низкий достаточно не это не да не инженерный вуз где ты сразу же получаешь работу гарантированно так список всех героев сценария в каком-то документе прописывается только в том случае если вы сериал пишите в этом случае до в этом случае составляется библия где все что надо вся информация содержится хотя например я читал пилот тех же самых сынов анархии и там перед пилотом была заявка и было описание персонажей но я думаю что скорее всего я читал какой-то драфт не съемочный а презентацию то что он писал для ну как бы когда продавал этот сценарий вполне может быть так выход в космос в сон фантастический лес это над да это натура в диалоге если речь о маме допустимо назвать ее по-другому мама миссис проб так нет конечно вы в диалоге вы как как у вас если у вас герой называет маму мамой конечно он должен называть ее мамой так рынок это над или инт классный вопрос если открытый над если закрытый инт как мы понимаем разницу но мы понимаем нам свет нужен или нет то есть если это крытый рынок то нам нужен свет и тогда это интерьер если это открытый рынок то мы можем снимать без света и тогда это натура так а вот елена ремарка с веселым удивлением называют чувство нельзя вроде важно как сказать например все но понимаете это такой в серой зоне здесь нет такого что вот прям жестко вообще нельзя ни в коем случае чувство называть да вы можете все что угодно сделать да просто вопрос что вы получите на выходе вот то есть если например герой говорит и делает что-то да какое-то характерное действие то тогда у вас больше вероятности что на выходе вы получите то что вы хотели получить так да вот из риги века в латвии запретили был риск что не не дослушала не дослушаю курс бодалось с vpn да есть то есть такая штука и там с оплатами проблемы там надо искать кого-то у кого чтобы была российская карточка до чтобы кто-то его оплатил потом гемор какой-то так нет ребят смотрите вот это крипто кошельки там и так далее я этой всей ерундой заниматься не буду совершенно точно у нас у меня и п все я мы работаем полностью в белую и всем этим не всем этим мы заниматься не будем так подтверждаю в киношколах рф очень низкая кпд дедлайны объявляет редкие педагоги практически никто я вам больше скажу я учился в американской киношколе там кпд еще ниже то есть и образование сегодня в россии российское кинообразование намного лучше чем в америке а с европой вообще никакого сравнения нет то есть в европе вообще нет кино кино образования то есть ну типа там есть что то есть в лондоне есть в польше есть хорошая киношкола 1 до есть там типа в чехии 1 киношкола и все но в берлине еще есть вот во франции хороших киношкол нет в испании хороших киношкол нет в италии хороших киношкол нет Поэтому в России кинообразование очень хорошее, на очень высоком уровне. С Европой вообще никакого сравнения. Но тем не менее особенности творческих вузов таковы, что КПД чрезвычайно низкое. Оно по определению низкое. Именно в творчестве. Очень большой отсев. Так, на ошибки и грамотность письма сильно смотрят. Нет, я же вам сказал, что граммарнации среди сценаристов не особо востребованы. Но тем не менее, если вы сдаете сценарий, у вас там куча ошибок, причем однотипных. Но естественно это будет бесить редактора. И вам тяжело будет работать. Вот. Одна-две ошибочки простят в сценарии. Но если у вас в каждом слове ошибка, такое тоже мне случалось видеть, тогда нет. Так, если будут индивидуальные консультации. Нет, друзья мои, ну что вы. Моя индивидуальная консультация стоит 50 тысяч рублей. Вот мой час моего времени индивидуальный стоит 50 тысяч рублей. Курс стоит 70 тысяч. Ну вот считайте. Могу ли я на эти деньги еще индивидуальную консультацию дать? Но я даю обратную связь в... Да, письменно сдаю по текстам. Так. Я учился тоже в США и в Южной Корее. Мне, видимо, повезло. Там спрос за исполнительность прям была. Да, ну в Южной Корее вообще выдающиеся кинематы. Я не знаю, какие там киношколы, но киноиндустрия одна из самых выдающихся. Вот. Но у нас очень жестко. И понимаете, здесь дело вот в чем. Мне кажется, что вообще в кинообразовании есть одна такая сама по себе изначально заложенная ущербность. Потому что чаще всего люди, которые профессионалы, которые много работают в кино, очень редко бывает так, что совмещается и большой опыт работы в кино и умение этот опыт передавать. Мне кажется, что у меня есть такой талант, да, рефлексировать свой опыт, да, то есть понимать, что я делал в тот или иной момент времени и что именно важно было в этот момент. Я этот навык в себе много лет тренировал. Вот. И поэтому я учу тому, что работает. Да, то есть я не рассказываю того, что ребята, вот я посмотрел много кино и вот мне кажется, вот так вот должно быть. Ну, вообще нет. Вот. И очень часто учат сценаристов не сценаристы, а зрителей, да, критики, например, что вообще очень странно. Или человек попробовал, допустим, быть сценаристом, да, типа снял какую-нибудь короткометражку одну и все, и дальше у него не пошло, да. И дальше человек думает, ну, тогда буду учить сценаристов. И дальше начинает учить сценаристов. Ну, и чему он может научить, если он не знает вообще, что было в индустрии. Вот. А люди, которые сейчас находятся в индустрии, им не до учебы. И либо они там спихивают на помощников на своих это все, либо человек приходит и как бы даже, он даже не знает на самом деле, что он делает. Он не может сказать, что он делал для того, чтобы получить результат. Это действительно так. Я видел таких мастеров, когда человек, профессионал, приходит и говорит, ничему не надо учить сценаристов. Ну, вообще, типа, вы что сюда пришли на мастер-класс? Вот мастер-класс такой известного достаточно сценариста. Вот. Я вас ничему не могу научить. Ну, и что? Ну, мы пошли тогда к тому, кто может научить. Да. И вот человек учит, много лет учит сценаристов. Чему он там научит их с таким подходом? Да. Или, допустим, тоже опытный, известный достаточно сценарист и режиссер. Не сказать, правда, что сильно удачливый. Да. Но вот тоже я смотрю с ним интервью. Он говорит, ну, я что-то слышал вроде о том, что есть какая-то трехактная структура. Да. Но если ты только что-то слышал про трехактную структуру. Да. То есть, если ты не удосужился изучить ремесло, которым ты занимаешься, то и потом заканчивать, что ну, что-то как-то наше кино никто не хочет смотреть. Так потому и не хочет смотреть. Потому что тебе лень было узнать про трехактную структуру, про четырехактную там и так далее. Вот. Поэтому, что касается кино, понимаете, тоже у нас есть некий дисбаланс. Да. То есть, нам у нас долгое время, у нас было такое низкопоклонство перед Голливудом. И должен сказать, что я тоже на этих фронтах много крови проливал. Да. И очень люблю голливудское кино. Но, кстати, сейчас смотрю сериал, Офер, как раз про любимую мою эпоху, про 70-е годы, про то, как снимался фильм «Крестный отец». Если не смотрели, рекомендую. Очень хорошее кино. Сериал вышел там сейчас. Семь серий. И надо понимать, что сегодня самая большая киноиндустрия – это индийская. И какой там старителлинг, он совершенно другой. Он не такой, какой у нас. Он принципиально другой. А там аудитория, там под 2 миллиарда человек, если считать Индию и Пакистан. Дальше. Что? Какие у нас есть индустрии? Да. Дальше вторая по размеру у нас Голливуд. Американская киноиндустрия. Глобальная киноиндустрия. Да. Дальше у нас нигерийская киноиндустрия. Тоже в которой очень много интереснейших вещей. Дальше идет европейское кино, которое сейчас, на мой взгляд, мало что интересного делает. У них есть какие-то такие социальные фильмы. Но в целом пока сейчас там застой. Там у них были легендарные 60-е и 70-е. Новая волна. Неореализм в Италии. В Британии было достаточно интересное кино в 60-е. Вот. У нас, да, сейчас, на мой взгляд, уникальная ситуация, когда мы, наша киноиндустрия, может получить шанс. То есть, если нам дадут хотя бы один производственный период, да, то есть дадут два года такой диеты безголливудской, то может быть очень-очень интересная ситуация. То есть, так же, как в 98-м году, когда из-за скачка доллара стало невыгодно на телевидении покупать латиноамериканские сериалы, начали снимать свои. И вот сегодня, сколько лет прошло, да, чуть больше 20 лет. У нас сегодня одна из самых сильных сериальных индустрий в мире. То есть, посчитайте, сколько из Европы сериалов наших на Нетфликс продается и сколько из России сериалов продается на Нетфликс. Да, то есть, это уже там десятки счет идет. И замечательные проекты. Сегодня сериальная индустрия российская, на мой взгляд, одна из самых сильных в мире. И вот то же самое может произойти и с экранной индустрией. Вполне. Так. Хорошо, ребят. Я прям чувствую, что надо уже заканчивать, потому что мы уже два часа общаемся. Так. Европейцы считают, что научить писать истории нельзя. Это типа только талант от Бога. Я вам больше скажу. Это убеждение еще с геттовских времен. Если вы читали разговор Гетты с Эккерманом, он там говорит в каком-то месте, что типа наши немецкие дурни считают, что если они будут учиться заниматься творчеством, да, они испортят свой талант. Да не бойтесь вы, нет у вас никакого таланта. Вот. Поэтому это старая история. Ремесло, конечно, надо изучать. И все мастера, да, у кого учился Пушкин. Ребят, блин. У Батюшкова учился, у Карамзина учился, много у кого учился. Начнем с того, что он учился в лучшем учебном заведении России на то время. А может быть и всей Европы. Да, то есть у него были самые лучшие учителя. Тоже, если интересно, у меня есть историк такой Сурин, Сергей Сурин из Питера. Я делал с ним интервью. Он рассказывал о том, что такое лицей и как там, чему учили. Поэтому надо учиться, конечно. Часто ли ваш... Я, вот понимаете, опять же, там вы говорите, а как выбрать, да, куда пойти учиться. Ребят, вот я вам этот тренинг делаю в том числе для этого. Для того, чтобы вы могли прийти, познакомиться со мной, да, если что там, на Ютубе посмотреть мои видео какие-то, почитать мои книги и принять решение. И понять, вот здесь я хочу учиться или где-то еще. Вот. В будущем, конечно, наша мастерская, да, она репутацию нарабатывает все больше и больше, да. То есть у нас есть сертификат. Мы выдаем сертификат. У нас есть лицензия. Да, вы можете получить налоговый вычет. То есть все это у нас есть. Вот. Поэтому... Если бы я сейчас учился, понимаете, я когда создавал мастерскую, я ее создавал для себя, что называется. Вот когда я учился во ВГИКе, если бы у меня в тот момент... Это было очень тяжело, когда ты работаешь на работе, а после работы вечером едешь еще на занятия. Все выходные тоже во ВГИКе проводишь. Если бы у меня была возможность учиться онлайн, я бы, конечно, учился онлайн. То есть если бы, когда мне было 30 лет, и я искал, где учиться, если бы тогда существовала вот эта моя мастерская, я бы в нее пошел бы не задумываясь. Так. Ваш курс по старителлингу многое по полочкам расставляет и всего за два часа. Я в одной нашей киношколе два года слушал истории о жизни. Да, есть такое дело. Роман, вы правильно все говорите. Да, есть такое дело. Есть, к сожалению. Ну вот поэтому ко мне люди потом приходят в мастерскую и говорят. Ну вот мы там два года сидели, истории о жизни слушали. А в вашей мастерской пришли, наконец-то пишем сценарии. Мы пишем сразу. Вот у нас базовый сценарный курс. Мы с первого же занятия у нас сразу же уже мы начинаем писать. Поэтому у нас пишут все. На вопросы к администрации почему отвечали эти гурибы. Ладно. Да, бывает такое. Но нет. Вы знаете, я вижу, что сейчас меняется информация, меняется вообще ситуация в кинообразовании. И оно становится все лучше, лучше и лучше. И смею надеяться, что я в этом тоже как какой-то приложил к этому как-то руку немножко. Да, вот сколько лет я этим занимаюсь. Когда я запускал мастерскую, никому в голову не приходило, что зачем кому-то надо учить кого-то писать сценарий. Все, друзья мои. Большое вам спасибо. Вы большие молодцы. Я опять же получаю огромное удовольствие, общаясь с вами, отвечая на ваши вопросы. Надеюсь, что мы это общение продолжим. И увидимся завтра на финальном занятии нашего онлайн-курса сценарий за неделю. Пока-пока. Продолжение следует...